Путин ломает голову, как отменить пенсионную реформу Политика Пенсионная система 8 июня 1558 Путин ломает голову, как отменить пенсионную реформу к выборам 2024 Кремль Возможно, пойдет на смягчение людоедского закона Андрей Полунин Комментарии в просмотров 159 488 Фото Антон Новодережкин ТАСС материал комментируют Виктор Алкснес Николай Платошкин В ряде СМИ появилась версия, согласно которой Кремль ищет варианты отменить или пенсионную реформу, не потеряв лицо Отправной точкой для такого предположения послужили слова Владимира Путина на саммите ЕС Там президент России сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсии будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза Мы за то, чтобы евразийская интеграция охватывала все новые области, в том числе социальную и трудовую политику, заявил глава российского государства При большом желании, к единой социальной политике можно притянуть и единый возраст выхода на пенсию Скажем, в Белоруссии в январе 2019 года в очередной раз повысили пенсионный возраст на 6 месяцев Теперь он составляет для мужчин 61 год и 5 месяцев, для женщин 56 лет и 5 месяцев В Казахстане же пенсионный возраст планируют постепенно уровнять По замыслу властей, и мужчины, и женщины будут уходить на пенсию в 63-го года Путин, напомним, в ходе своего августовского телеобращения заявил, что пенсионный возраст в России для женщин необходимо повысить до 60 лет, для мужчин до 65 лет Читайте также, пенсионные протесты свалит еще ни одного губернатора главы каких регионов улетят после единого дня голосования Получается, показатели Казахстана по пенсионному возрасту можно считать средними по больнице Значит, при глубокой интеграции и уравнивании пенсионных возрастов для членов ЕАЭС Белоруссии придется еще разок другой возраст выхода на пенсию поднять, а России, наоборот, снизить И Кремль при таком раскладе лица не потеряет Во-первых, получится, что власть включают заднюю передачу не под давлением оппозиции, а исходя из государственной необходимости Причем в ситуации, когда в сценарии с пересмотром пенсионного возраста уже никто в России не верит Во-вторых, итоговый пенсионный возраст будет все равно выше дореформенного Стало быть, свое решение Кремль не отменяет, а лишь корректирует В-третьих, на смягчение пенсионной реформы власть могла бы заработать политические очки А поднять рейтинг партии власти накануне ухода Путина с поста президента в 2024 году лишним точно не будет Да, Кремль до этого никак не сигнализировал, что готов прогнуться по требованию о смягчении пенсионной реформы Так, в апреле Конституционный суд, КС, отказался признать повышение пенсионного возраста в РФ нарушением Конституции, отклонив запрос депутатов Госдумы от КПРФ «Справедливую Россию» и ЛДПР Депутаты утверждали, что реформа не отвечает критериям социального государства, не обоснована социально-экономическими и демографическими исследованиями и повлечет негативные последствия КС в итоге решил, Конституция не исключает возможности повышения пенсионного возраста федеральным законом Вопрос же о целесообразности данной меры не может быть разрешен КС, поскольку оценка ее социально-экономической обоснованности в контексте проводимой государственной политики, а также демографических и иных факторов находится вне его компетенции, говорится в определении высшего суда Все так, но обстановка в России накаляется, а рейтинги власти падают В ЦИОМ в конце мая сообщил, что уровень доверия Путину достиг минимума за 13 лет 31,7% Неделю спустя рейтинг стал еще ниже 30,5% Кончилось тем, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков публично попросил у социологов разъяснений Вместо объяснений в ЦИОМ поменял методику расчета и рейтинг другой тут же подскочил до 72,3% Но суть дела от перемены методики вряд ли изменилась А и значит, вопрос о возможном смягчении пенсионной реформы по-прежнему актуален Идея ввести единый пенсионный возраст в ЕАЭС явно завиральная, отмечает дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин Путин, на Дели, сказал на саммите простую вещь Если человек проработал в одной стране нашей интеграционной группировки, он сможет получать пенсию в другой Замечу, сейчас любой иностранец, проработавший в РФ минимум 15 лет и плативший взносы в пенсионный фонд, имеет право на российскую пенсию, даже если уедет из России Я, ваш покорный слуга, лично выплачивал такие пенсии, будучи работником российского посольства в Бонне и Берлине По сути, ничего нового Путин не придумал СП, президент может пересмотреть пенсионную реформу Я бы этого очень хотел Не ради повышения рейтинга главы государства А потому, что реформа антигуманна, и просто вредна для нашей экономики, она ее замедляет Но для такого пересмотра нужно будет провести широкое общенародное обсуждение Не обязательно референдум обсуждения с участием нормальных экономистов, а не только Голиковой и Набиулиной Ведь пенсионная реформа зависит не от страны, а от продолжительности жизни в этой стране Плюс от так называемого возраста дожития Это научный термин среднее число лет, которое человек живет после выхода на пенсию К примеру, нам говорят, в ФРГ пенсионный возраст 67 лет Да, абсолютно верно Но там средняя продолжительность жизни 83 года А средний возраст дожития 16 лет А у нас средняя продолжительность жизни мужчины в Рязанской области 64,9 года Пенсионный возраст теперь 65 лет То есть получается, что при нашей пенсионной реформе средний мужчина-рязанец никогда не выйдет на пенсию Он будет исправно платить взносы, а потом умрет Очень хорошая пенсионная система в Словакии и у них ползучая шкала пенсионного возраста В Словакии каждый год замеряют среднюю продолжительность жизни Пусть, условно, она выросла по статистике на год Тогда пенсионный возраст повышают для тех, кто родился в это время примерно на полгода А если замеры показали, что продолжительность жизни не выросла Подъем пенсионного возраста прекращается Бессилие Кремля Старики умирают на работе, а бюджет лопается от денег Путин заявил, что профицит за 4 месяца составил 683 миллиарда рублей Так что, повторюсь, Путин может пересмотреть пенсионный возраст Но президент пойдет на это, уверен, только под давлением, например, итогов выборов 8 сентября Кремль лихорадочно ищет выход из ситуации нарастания недовольства Уверен депутат Госдумы 3 и 4 созывов, полковник в отставке Виктор Алкснес Четко видна связь между падением рейтинга не только Путина, но и всей действующей власти, и пенсионной реформой Повышение пенсионного возраста оказалось сильнейшим ударом по власти Против выступало 90% населения, но на его мнение наплевали Так что теперь я не исключаю вариант, что в Кремле могут одуматься Чтобы спасти рейтинга, значит, самих себя власти могут пойти на какие-то смягчения Возможно, изменения будут носить косметический характер, но деваться власти некуда Если бы Кремль повысил пенсионный возраст, и одновременно поднял бы благосостояние населения За счет других шагов с реформой можно было бы смириться Но на практике оказалось, что пенсионный возраст подняли А с обещанным повышением благосостояния ничего не выходит Так что перед выборами двумя тысячами двадцатью четырьмя, возможно, мы увидим пенсионные изменения И власть будет говорить Видите, мы разумные люди, мы все-таки прислушались к вам Давайте, поддержите нас и мы вместе будем работать над улучшением ситуации Думаю, многие клюнут на этот пиар-ход Новости экономики Зюганов рассказал о последствиях отмены советских ГОСТов Продолжение следует...